Девушки отдыхают Он не только рассказывает интересные истории, связанные с моментами своего пути во вселенной Warcraft, но и показывает уникальные предметы, вроде старинных дисков и различных руководств с эксклюзивными материалами. Ролики сделаны с душой и поистине затягивают. Очень прошу вас поддержать автора и посмотреть его блог, насчитывающий на сегодняшний день 29 выпусков. Уверяю, вас реально затянут его ролики, и вы откроете для себя нового автора. Ссылка на первую серию его блога в описании. Переходите и передавайте от нас привет. Всем привет! Сегодня мы снова поговорим об Артасе Менитиле, возвращение которого ожидают абсолютно все. Да что там говорить, всё дополнение Shadowlands построено исключительно на фундаменте популярности Принца Лордерона. По прошествии почти что года, с момента выхода аддона, мы не получили никакой конкретики, касаемо местонхождения Артаса. Однако, постоянно натыкались на намёки о нём. Воспоминания, отсылки, неожиданные сюжетные повороты, горе Утора Светоносного, печаль Джайны и Калии. А самое главное, новый облик Андуина. Разработчики продолжают дразнить нас этим. Как я и говорил ранее, в Кристалле Господства, использованном завалом для перековки Шаламейна, скорее всего, и заточена душа Менитила. Нам остаётся дождаться момента, когда клинок будет расколот или перекован обратно, и душа Принца Лордерона освободится. Но знаете, мы не учли одной очень важной исторической детали. Душа Артаса расколота пополам точно так же, как души Утора и Сильваны. Мы ждём его появления, но позабыли о том, что сброшена в утробу была только частичка его сущности, в то время как вторая половина находится где-то на Азероте или в одном из неизведанных уголков загробного мира. Давайте поясню, чтобы все поняли. Когда Артас впервые взял в руки ледяную скорбь, клинок поглотил его душу. Всё случилось так, как гласило предупреждение на постаменте. Сущность Менитила стала первой жертвой проклятого меча. Следовательно, она должна быть расколота точно так же, как и души остальных жертв клинка. И этому есть прямое подтверждение. В книге «Восхождение короля Лича» описывались переживания Артаса во время его сна на ледяном троне, несколько лет между восхождением в конце Третьей войны и пробуждением. Полный ролик о том, что с ним происходило, вы можете посмотреть по ссылке в описании. Тогда мы узнали, что душа принца расколота на несколько частей. Одна приняла облик маленького невинного мальчика, отражая все благородные аспекты Артаса. Вторая имела тот же жуткий и бледный оттенок, какой он имел в данный момент, будучи ужасным повелителем мертвых. Иными словами, душа Артаса раскололась на добрую и злую половинке. Чтобы избавиться от доброй части своей души, Менитил вырезал свое сердце и бросил в пропасть, тем самым навсегда избавившись от всех хороших воспоминаний. Позже, во время наших похождений в Нордсколе, мы повстречали добрую частичку его души в облике того самого светловолосого мальчика, который показал нам самые важные моменты восхождения короля Лича, пытаясь донести до нас, что победить властителя Плети невозможно, как бы мы ни старались. Мы полностью снимали эту цепочку для нашего канала с озвучкой маленького Артаса. Обязательно посмотрите после этого ролика. Также по ссылке в описании или по подсказке. Вы поняли мой посыл? Душа Артаса расколота на части. И в последний раз добрый осколок мы встречали в Нордсколе 15 лет назад. А когда тот показал нам все воспоминания, то сразу исчез. После раскола, ледяной скорби и потери короны господства, поверженный Артас на несколько секунд пришел в себя и поговорил со своим отцом. В тот момент мы могли видеть именно проклятую часть его души, в которой на короткое время промелькнуло что-то светлое. Те же Сильвана и Утер, обладая лишь испорченной частью души, время от времени все осознавали и грустили, проявляли какие-то положительные эмоции. Потому и Артас после своего поражения мог словить такие же положительные флешбеки. Итак, как вы могли понять, раскол души Артаса – это существующий каноничный лор. Осталось только понять, что стало с доброй частью его души. Где она находится в данный момент? Я называю частички души доброй и злой только для того, чтобы вы легче различали их и понимали натуру каждой из них. Ведь Утер в цепях господства сказал, что душа не раскалывается на добрую и злую. Просто одна часть отделяется от своего носителя и продолжает следовать своим путем, сохранив всю боль и горечь от проклятия рунного клинка. Вот такая сложная схема. Именно поэтому добрая часть души Артаса имеет облик маленького мальчика, и он даже не знает, кем является на самом деле, совсем не понимая, что происходит. А король лич для него просто страшный монстр, которого он боится. При этом мальчик излучает свет. Все выглядит очень логично и соответствует словам Светоносного. Возможно, добрая часть души Артаса до сих пор находится на Азероте, или же попала в темные земли, оказавшись распределена в далекий неизвестный ковенант. Коих тысячи. Но вы скажете, этого не может быть. Она ведь была затронута проклятием ледяной скорби, а значит должна попасть в утробу и превратиться в кристалл господства. Ключевая разница в том, что добрая половинка была отделена от короля лича. Артас вырезал свое сердце и выбросил в разлом, после чего мы нашли его и прикоснулись, тем самым вызволив из заточения образ маленького Артаса, очистив от проклятия ледяной скорби. Он отделился от сердца и продолжил следовать за нами, сказав, что теперь всегда будет нашим другом, раз мы потревожили его. Однако, как только мальчик показал нам все важные воспоминания, он исчез. Словно переместился в другое место или обрел покой, отправившись в темные земли. Я больше склоняюсь ко второму варианту, согласно которому добрая часть души Артаса пребывает где-то в загробном мире, и нам в следующем обновлении предстоит найти ее, после чего Кирии позволят нам посмотреть своими глазами какие-то из воспоминаний Минитила. А затем мы должны спасти заточенную в кристалле часть души принца и соединить обе сущности воедино. Спасти Артаса от проклятия. Но есть еще один вариант, не менее интересный. Как только мы раскололи ледяную скорбь, осколок души Светоносного освободился из ее плена. После чего мы несколько раз могли встретить призрак паладина возле его могилы на окраине Андорала. В темных землях Утр рассказал нам, что неутихающие боли и воспоминания прошлой трагедии удерживали его дух возле собственной могилы. Он считал, что не закончил свою миссию и должен наставлять пришедших к нему рыцарей, дабы возродить Лордерон. Как мы можем понять, некоторые из осколков души привязываются к месту, которое для них значимее всего, потому что чувствуют, что должны находиться там, пока не выполнят свою миссию. Соответственно, добрая часть души Артаса могла задержаться на Азероте и привязаться к самому значимому для себя месту – к Лордерону. Но сейчас столица полностью поглощена чумой и находиться там невозможно для смертных. Значит, Артас может оказаться и в другом, не менее значимом месте. Точнее, таких мест два. Первое – мемориал Лордерону на Штурмградском кладбище, построенном в память о погибшем Северном Королевстве. Должна же эта локация хоть разок использоваться в сюжете. Наверняка никто из вас даже не знал, что она существует. Или что это – мемориал Лордерону. Призрак Артаса может почувствовать колебания второй части души в темных землях и только тогда явиться нам возле мемориала, тем самым начав квестовую цепочку по воссоединению сущностей Минитила. Вторым местом, возле которого мы можем встретить осколок благородного Артаса, это могила его верного скакуна Непобедимого в Тересфале. Это место очень значимо для него, ведь Непобедимый, по сути, был его единственным другом, благодаря которому он решил стать Паладином. Но в то же время смерть Непобедимого сильно ранила Артаса, и эта рана сыграла решающую роль в его падении. Как по мне, это самые логичные локации для привязки души Минитила. Как только мы найдем добрую часть и спасем злую, а затем соединим их воедино, тогда мы и встретим нашего Артаса, очищенного от проклятия господства. И, возможно, он получит шанс на исправление, о котором относительно недавно рассуждали Утр и Пелагий. Теперь хочу попросить вас. Напишите свои варианты сюжета для возвращения Артаса. Согласны ли вы с моими мыслями, и как думаете, где сейчас находится добрый осколок души принца? Если вам нравятся наши ролики, и вы хотите первыми быть в курсе всех интересных новостей, теорий и историй, то подписывайтесь на наш канал и поддерживайте ролик лайком. Всем большое спасибо за просмотр, и до новых встреч!